И о чём, конечно же, спрашивали, это душ. Нужно ли принимать его каждый день или несколько раз в день, или ещё что-нибудь в этом роде? То есть, насколько это оправданно, насколько это соответствует стремлению к чистоте? Ну, есть варианты, да, потому что, ну, такой вариант, например, почему нет? Ну, это как бы не совсем про чистоту, да, это немножко про другое. Есть, конечно, рациональные некоторые вещи в этом, и давайте мы попробуем просто, как обычно делают, раскидаем плюсы и минусы. Что у нас уйдёт в плюсы? Ну, естественно, устранение неприятных запахов. Само собой, без этого никак. Кроме того, некоторые по будильнику, конечно, встают, но не пробуждаются. То есть, они до сих пор ещё бродят, им нужна заправка кофе, и обязательно вот эта вот процедура освежения, да, то есть, просто, чтобы они проснулись, чтобы они открыли глаза. Ну, и в конце концов, это приятно. Особенно вот в жару, например, да, это всё замечательно, зайти, включить тропический ливень, вот это, да, так, помыться, всё хорошо. Тут никто не спорит. Давайте посчитаем минусы. Минусов получается почему-то больше. Ладно, мы забудем пока что про шторки, которые прям обсеменены всякими страшными бактериями, чёрт бы с ними. Ладно. Сухость кожи, зуд и шелушение, это вполне себе может быть следствием частого приёма душа. Почему? Потому что у нас на руках, как бы это странно ни звучало, но вот эта вся работа сальных желёз, она предназначена для создания определённой такой плёнки специальной, да, то есть, она защитная и защищает нашу кожу не только от бактерий и прочего, но и в том числе от высушивания, от пересыхания, от шелушения избыточного и так далее, и так далее. И если мы этого не будем учитывать, естественно, мы получим проблемы с кожей. Не у всех людей кожа подходит под частые мотивы. Дальше у нас есть не только плохая микрофлора, как выясняется. И теперь, как выясняется, её чуть ли не больше в пересчёте на клетке, чем наших собственных клеток. Поэтому, да, мы должны давать им работу, то есть, они должны выполнять свою работу. Если мы будем их регулярно уничтожать и смывать, естественно, они ничего сделать не смогут, и это закончится чем-нибудь, опять же, нехорошим. Что ещё? Аллергия, да, ну, она может быть на какие-нибудь вещества, которые входят в моющие средства. Да, мы понимаем, что они бывают самые разные, в том числе бывают такие, знаете, там, супернатуральные, хенднейт, там, или ещё что-нибудь в этом роде. И когда начинаешь раскапывать состав, выясняется, что там вот этого натурального, аллергенного, даже более чем достаточно. И гораздо больше, чем в продукции косметологической промышленности, например. Ну и, конечно же, мы сейчас живём как бы в достатке в некоторых странах, но душ – это всё-таки слишком большой расход воды, лишний. Поэтому, если несколько раз в день вы его будете принимать, то, в том числе, да, за вами когда-нибудь придёт Грета Тунберг или кто там будет за ней следующий. В целом, смотрите как, если мы говорим с точки зрения гигиены, то в этом нет необходимости в многократном душе. Если говорить с точки зрения дерматологов, я немножко их спросил аккуратненько, он говорит как, ну, пару раз в неделю, более чем достаточно. Но ведь запах, говорят другие люди, а вот тут уже я присоединюсь с другой стороны, потому что, ребята, запах, он говорит о том, что есть некие действительно проблемы с организмом. Его нужно не смывать, а лечить. То есть нужно искать эту проблему и устранять этот самый запах. Если мы будем чисто смывать его, то можем дойти до каких-нибудь сильно запущенных ситуаций, с которыми не хотелось бы сталкиваться никому, я так надеюсь. Ну что, в принципе, наш разговор о том, как попытаться выжить в этом непростом окружённом микробами мире на сегодня закончен, и я с удовольствием выслушаю ваши, в том числе и каверзные вопросы.